Спонсор программы «Место происшествия» Ломбард Титан. Выбрать полезный подарок для своих защитников просто, если сделать это в Ломбарде Титан. Ломбард Титан для всех и каждого. В Зуевском районе пенсионер облил свою сожительницу бензином и поджег ее. Женщина получила смертельные ожоги и скончалась в районной больнице. Сейчас Следственный комитет возбудил уголовное дело. Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка». По данным следствия, пожилые сожители поссорились из-за алкоголя. Обвиняемый просил деньги у потерпевшей, чтобы сходить в магазин за водкой, но та отказала. В итоге мужчина облил лежащую на кровати пенсионерку бензином, а потом бросил тлеющий окурок. Потерпевшая получила около 90% ожогов тела и умерла в больнице. Сейчас следователи назначили экспертизы и решается вопрос об аресте обвиняемого. Полиция разыскивает двух похитителей электрического удлинителя из магазина на улице Ленина. Преступление произошло 13 января в час ночи. 25-метровый удлинитель злоумышленники украли из ячейки хранения. С места происшествия они скрылись на 99-й серебристого цвета от улицы Ленина 102В в сторону улицы Милицейской. Приметы жуликов на вид 25 лет, рост 175 сантиметров. Сейчас возбуждено уголовное дело. Всем, кто опознал молодых людей на видео, необходимо позвонить в полицию по телефону. 8-919-667-10-02. Героям видеоролика полиция предлагает написать явку с повинной. Сотрудники отдела по расследованию ДТП разыскивают очевидцев аварий на путепроводе по улице Московской. Напомним, столкновение произошло 13 февраля. Водитель Хонды Аккорд столкнулся с двумя автомобилями. В ДТП пострадали 5 человек. Если вы стали очевидцем аварии или у вас есть запись с регистратора момента столкновения, звоните по телефону. 588-946-8-951-348-89-99. В Юрия вынесли приговор пьяному водителю Алексею Скопину, по вине которого погибла девушка. В июне прошлого года осужденный ехал с тремя пассажирами по дороге Юрия Великорецкая. 29-летний водитель автомобиля «Лада Приора» неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокидывание. В результате происшествия 25-летняя девушка-пассажир погибла на месте. 29-летний мужчина-пассажир, а также 35-летняя женщина-пассажир получили травмы. Однако госпитализация им не потребовалась. По данным прокуратуры, суд назначил пьяному водителю Скопину наказание в виде 4-х лет лишения свободы в колонии поселения с лишением прав на 3 года. Приговор суда не вступил в законную силу. Михаил Вагин. Место происшествия.